Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Уже завтра, 3 декабря, в нашей стране, в Крае во второй раз отметят День неизвестного солдата. Одним из авторов федерального закона об установлении этой памятной даты стал и наш земляк, депутат Госдумы от Края Александр Прокопьев. День неизвестного солдата нужен для того, чтобы отдать дань памяти всем погибшим воинам, имена которых до сих пор не установлены. Подробнее на эту тему в материале Ларисы Куренковой. День неизвестного солдата можно назвать одной из самых патриотичных дат в нашем календаре. Не случайно она установлена 3 декабря. В этот день, в 1966 году, к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду. Но учредители даты законотворцы подчеркивают, это знак благодарности от потомков, погибшим не только в Великой Отечественной, но и в других военных конфликтах. На территории нашей страны или за ее пределами. Дань уважения солдатам, которые покоятся в братских могилах. Господь знает имена этих людей. Для нас они неизвестные солдаты, а для Господа все они известны. И наша с вами обязанность помнить о них и нашим детям, нашим внукам также привить эту историческую память. Рассказывать о дедах, прадедах, которые участвовали в войнах прошедшего столетия. Рассказывать о тех традициях, патриотических традициях, которые всегда существовали у нас в России. Несмотря на то, что дата новая, впервые мы официально отдали дань уважения неизвестному солдату в прошлом году, однако для многих уже сейчас она стала особенной. Историк Геннадий Овчаров говорит, что у него в семье тоже есть без вести пропавшие герои. Его родной дядя и дядя его супруги молодыми ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Не вернулись с поля боя, погибли под Сталинградом. И таких историй в нашей стране тысячи и тысячи. Один мудрый человек сказал, что каждый человек жив до тех пор, пока о нем хотя бы кто-то помнит. Вот пока мы помним наших солдат, даже безымянных, даже, к сожалению, может быть, пока не захоронены. Значит, мы практически ставим их в один ряд с нами живыми. Хранить память о героях, пусть даже неизвестных, и передавать ее подрастающим поколениям. Это долг перед погибшими на войне. Свою лепту в это дело вносят и наши поисковики, которые устанавливают имена без вести пропавших солдат. К слову, 4 декабря в Барнауле как раз пройдет первый слет поисковых объединений края. Он также приурочен к Дню неизвестного солдата. Бориса Куренкова, Николай Шилко, информационный канал «Город».